Когда пёс внезапно забежал в больницу, персонал был в ужасе и пытался его прогнать, но одна из врачей подошла достаточно близко, чтобы увидеть, что пёс держит во рту, и находка довела её до слёз. Около шести утра Джек начал свою утреннюю пробежку за завтраком. Он предпочитал начинать пораньше, потому что люди ещё не выходили на улицу, и это означало, что он мог достать себе еду, не опасаясь за жизнь. Как обычно, он неторопливо побежал к мусорным бакам за рестораном на главной улице Бронсуэка в США. Он не испытывал неприязни к людям, но и особого доверия к ним не питал. За девять лет жизни на улице он видел жестокость и безразличие, и часто сам становился мишенью их бездумного поведения. Но было кое-что, за что он навсегда останется им благодарен. Это их привычка выбрасывать объедки в конце каждого дня. Именно среди этих контейнеров его чутьё внезапно что-то уловило. За одним из баков, прислонённых к кирпичной стене, лежало старое одеяло. Внутри было что-то завёрнуто, и оно шевелилось, Джек осторожно приблизился. Пахло человеком, что ему не нравилось, но когда он прижал нос к свёртку, чтобы получить больше информации, то понял, что этот запах отличался от всех человеческих ароматов, с которыми он когда-либо сталкивался. Инстинкт подсказал ему, что это было что-то крошечное, хрупкое и беззащитное. И даже если это человек, то он умрёт, если пёс ничего не предпримет. После того, как он несколько минут пристально смотрел на одеяло, Джек ткнул в него носом и перевернул свёрток, чтобы аккуратно взять его в пасть. Затем он поднял его. Теперь он, бродячий пёс, был на задании. Чтобы не находилось внутри одеяло, оно немного пошевелилось, а затем обмякло у него в пасте. В его собачьем мозгу настало время принять решение, что делать дальше. Ему нужна была помощь, но было слишком рано для открытия ресторанов. Это означало, что поблизости ещё не было людей. И как бы он не хотел оставаться равнодушным, он понимал, что ему нужна человеческая помощь. Крохотное существо в одеяле снова зашевелилось, и Джек осознал срочность своей миссии. В нескольких кварталах отсюда было странное здание, где он иногда выискивал себе еду, и он знал по опыту, что там всегда были люди, приходящие и уходящие в разное время суток. Через пять минут, когда он повернул за последний угол, то увидел, что был прав. Там было много людей. Некоторые ходили по парковке, а другие спешили через автоматические двери. Слева приближался большой фургон, из него доносился пронзительный вой сирены, а красные огни мигали. Джек сразу направился к автоматическим дверям. В больнице как раз менялись смены. Пациента из скорой помощи ввозили в один из реанимационных залов, а медсестра за стойкой регистрации вызывала дежурного врача по громкой связи. Именно тогда она и заметила собаку. Это сразу же её разозлило. Конечно, был вопрос гигиены, но собака в реанимации неизбежно вызовет переполох, а это была не та обстановка, где приветствовалось отвлечение внимания. Поэтому женщина вышла из-за стойки и сразу принялась прогонять собаку. Джек видел, что женщина пытается его прогнать. Она даже не взглянула на свёрток в его пасте. Его инстинкт подсказывал бросить одеяло с содержимым на пол и уйти, но по какой-то причине он решил найти другого человека. Он ловко уклонился от разозлённой женщины и побежал на небольшую кухню. Там три дамы пили кофе. Сначала они его не увидели, но когда заметили, две девушки сразу принялись прогонять его, как и дама за стойкой регистрации. Сверток в его пасте снова зашевелился, и Джек с надеждой посмотрел на третью женщину. Она с любопытством посмотрела на него. Затем она встала со стула и подошла к нему, тихо и ровно приговаривая. Джеку она сразу понравилась. Она была не как остальные, поэтому он позволил ей подойти ближе. Когда пёс был уверен, что привлёк всё её внимание, он осторожно положил свёрток на пол и отступил на шаг назад. Анжелина работала в больнице почти 10 лет, и это был первый такой случай, когда она сталкивалась с подобным. Она разбиралась в собаках и в том, как они общаются с людьми. Поведение этой собаки было напрямую связано со свёртком в пасте, и когда она положила его на пол и отступила на шаг, девушка поняла, что это важно. По состоянию шерсти собаки было видно, что она бродячая. Анжелина не хотела пугать животное, но также понимала, что должна как можно быстрее подобрать маленький свёрток с пола. Она сделала ещё два шага вперёд, продолжая тихо и ровно разговаривать с собакой. Та отступила ещё на шаг. Когда Анжелина опустилась на колени и осторожно развернула свёрток, у неё на глазах навернулись слёзы. Это было последнее, чего она могла ожидать. Это был крошечный младенец, которому было несколько дней от роду. Он едва дышал, а кожа посинела от холода. Анжелина немедленно приступила к действиям. Она крикнула медсестре за стойкой вызвать врача и добавила, что здесь ребёнок в тяжёлом состоянии. Она потёрла руки, чтобы согреть их, и принялась стучать по груди и ступням младенца, чтобы получить от него реакцию. К сожалению, реакции не последовало. Однако у младенца был пульс, и это давало надежду. Когда подошёл врач, она отошла в сторону. Он проверил пульс и прислушался к дыханию младенца, а затем унёс его в реанимацию. Анжелина медленно выдохнула и снова обратила внимание на собаку. Она похвалила её за действие и протянула руку в надежде, что та позволит себя потрогать. Для Джека это было необычно. Эта женщина пыталась его потрогать обычно, он никогда бы этого не позволил, но ему она понравилась. Он чувствовал, что у неё доброе сердце. Однако он и понятия не имел, что произойдёт дальше. Когда Анжелина ещё ближе протянула руку, собака расслабилась. Она осторожно положила ладонь ему на голову, а затем принялась чесать за ушами. Она хотела отблагодарить эту удивительную собаку за спасение малыша, но понимала, что для этого сначала должна завоевать её доверие. Джек уже решил, что эта женщина станет его подругой. Она почёсывала его именно там, где ему нравилось, а когда она повернулась, чтобы снять куртку с вешалки, он последовал за ней. Анжелина улыбнулась, когда собака села и наблюдала, как она одевает куртку. Затем, ещё раз почесав за ушами, она повернулась и направилась к двери. «Пойдёшь со мной?» Спросила она, похлопывая по ноге. Джек понял и последовал за ней. Три месяца спустя многое изменилось для бродячей собаки, младенца, которого она спасла, и самой Анжелины. Во-первых, девушка забрала Джека домой, и теперь он постоянно жил с ней. Это был его первый настоящий дом, и он прекрасно приспособился. Но хорошие новости на этом не закончились. Джек едва мог поверить своим глазам, когда однажды вечером его новая хозяйка вернулась домой с маленьким свёртком на руках. Он сразу узнал этот запах и запрыгал от восторга. Младенец на её руках был тем самым, которого Джек нашёл завёрнутым в старое одеяло. Анжелина села с ребёнком на руках, а собака у её ног. Три месяца назад её жизнь была одинокой, а теперь, благодаря смелым и мудрым действиям этой замечательной бродячей собаки, у неё была семья, которую она будет любить вечно. Вот такой счастливый финал. Вы бы подошли к собаке, как Анжелина, или попытались бы прогнать её из больницы? Расскажите нам в комментариях, дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok